я решил взять за основу числа фибоначчи для того чтобы продолжить смотреть это видео вам нужно иметь реальную картину о числах фибоначчи соответственно я советую поставить это видео на паузу и немножко погуглить что же это такое за числа а еще лучше по ютубить потому что текст не имеет такой сильной энергии как визуальная картинка и узнав о числах фибоначчи из ютуба а возможно если вы знаете что это за числа с еще со времен школы то мой лозунг этого года все нужно перепроверять и вам советую залезть на youtube и посмотреть каких-нибудь свежих видео про числа фибоначчи таким образом когда вы узнаете что это такое я начну я решил использовать их в геометрии и использовать их в таком виде лист в клеточку самое лучшее полотно я взял за основу точку но отнюдь не ноль потому что в числах фибоначчи нет нуля в природе нет нуля и эту точку я назвал единицей как вы уже должны были быть осведомленными о числах фибоначчи следующее число после единички идет единичка следующая двойка следующая тройка следующая пятерка и следующая восьмерка я думаю что вы уже поняли суть процесса то есть от каждой точки я так прошу прощения за единицу я взял как бы одну клеточку до 5 миллиметров соответственно двойка это две клеточки соответственно тройка это 35 это 5 клеточек 8 это 8 все очень понятно как впрочем и следующее я решил не ограничиваться этим и каждую точку решил наградить полем ведь как мы знаем все в природе имеет свою энергетику и свои поля таким образом я решил взять такую схему радиус будет радиус каждой окружности равен числу соответственно радиус единички равен единички и выглядит это примерно таким образом и охватил я циркулем эти радиусы да но прошу обратить внимание что это не единственный способ отобразить фибоначчи на линии то есть первый способ это от каждой точки у нас идет новая . да но есть также и другой способ единичка и все цифры и идут от единички соответственно единичка от единички единичка единичка от прошу прощения двойка от единички двойка тройка от единички тройка соответственно пятерка восьмерка 13 И так далее Я думаю, понятно Но Здесь такой интересный момент Также я использовал схему Радиус равен Значению точки Двойка Тройка Пятерка Восьмерка И так далее И к какому же удивлению Я пришел Что соединив Эти точки Точнее не соединив А вырисовав Окружности У меня получилась Очень интересная Штука Я решил Одну версию Сделать Вверх От единички И вторую Версию Сделать Вниз Соединив Тем самым В один луч Что у меня получилось У меня вот Получилась Такая штука Когда Да никогда Это вышла Универсальнейшая Схема По которой Можно Все что угодно Смотреть Ну на примере Как развивается Наше человечество А как оно Должно Развиваться Кто-нибудь Из Внимательных Возможно Увидит Здесь Дерево Здесь Корни Вот она Единичка На земле Прошу прощения Отгадал уже И Веточки Значит Здесь Очевидно Что Каждая Новая Окружность Идет От следующей Точки Это Каждая Новая Здесь Когда Мы Считаем Все От Единички Да У нас Получается Все Окружности Являются Единым Целым Вот С помощью Этой Техники Можно Извращаться Сколько Угодно Я думаю Что я Рассказал Очень Мало На самом Деле Рисунков У меня Довольно Много И С помощью Этих Рисунков Можно Исследовать Нашу Историю Настоящую Нашу Науку Все Что Происходит С Обществом С помощью Этой Дифференциальной Геометрии Можно Смотреть Абсолютно На все Аспекты Нашей Жизни И Трактовать Геометрически Потому Что Этот Рисунок Показывает То Как Работает Природа Хотим Мы Этого Или Нет И Самое Интересное Скажу Напоследок Когда Я Понял Что Число Пи Является Конечным На тот Момент Я не сильно Понимал Что же Это Значило Бы Но Когда Я получил Достаточно Данных О числе Пи А в частности Как Число Пи Влияет На нашу Жизнь И Что На самом Деле Оно Практически Присутствует Во Все Во 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 В В В частности В технике Сейчас Попробую Объяснить На Примере В Формулах В Большинстве Формул Физических Используется Число Пи В Автомобилях Механизм Который Показывает Скорость На Спидометре Довольно Простой И В нем Как алгоритм Вычисления Скорости Используется Число Пи То есть У нас Есть Диаметр Колеса И С помощью Нехитрых Формул Мы Получаем На Выхлопе Скорость Но Все Автомобилисты Я думаю Поймут О чем Я Когда Я скажу Что Неважно Какой автомобиль Дорогой Или Дешевый Или Люкс Класса Во всех Автомобилях Присутствует Очень Интересная Штука Как погрешность Как погрешность И Те Кто Не Замечал Я Попробую Обратить Ваше Внимание На Эту Погрешность Когда Реальная Скорость Отличается От Отличается От того Что Мы Видим На Спидометре То есть Когда Мы Едем 60 Км В час По Спидометру То По факту У нас Получается Где-то 52 Где-то 53 Где-то 54 Согласитесь Это Довольно Большая Погрешность А Теперь Представьте Чисто Гипотетически Что Мы Имеем Точное Пи В Формулах И Таким Образом Мы Сможем Получить Точное Значение Скорости Или Другой Пример Мерные Стаканчики В Мерных Стаканчиках Мы Видим Ирисочки 100 Миллилитров 200 Миллилитров Как Вы Думаете Вычислялись Эти Значения Объем Колбы Это же Математика Начальной Школы Но Если мы Ее Вспомним То Мы Также Там Увидим Это Универсальное Бесконечное Число Пи В Формулах А Теперь Представьте Что Зная Радиус Радиус Зная Радиус Мы Можем Вычислить Число Пи Число Пи Оно Имеет Немножко Как вам Сказать Оно Имеет Разные Показатели Для Разных Радиусов Но Эти Показатели Варьируются В очень Узком Диапазоне То есть Например 3 2 И 0 3 Запятая 20 Против 3 14 Согласитесь Что На глаз Если бы мы Делали По правильной Пи Мерный Стаканчик Мы бы Даже Может и Не заметили Разницу Где Правильные 100 Миллилетров Где Неправильные А может быть И заметили Я пока Не пробовал Однако Представьте Что нам Нужно 100 Раз По Этому Мерному Стаканчику Например У нас Очень Серьезная Работа Где Нужна Максимальная Точность Один Мерный Стаканчик С неправильными 100 Миллилитрами Он Не Повлияет На Суть Но Когда Этих Ошибок Будет 100 200 1000 Ошибки Накладываются Они Суммируются И на Выхлопе Мы не Будем Ничего Получать Кроме Как Искаженного Образа Того Что мы Хотели Вот Вот Такие Вот Дела Дорогие Друзья И К Видео Я Никогда Не Готовлюсь То есть Если Мне Как Говорится Современным Языком Вперло Я Включаю Камеру И Начинаю Записывать Именно Поэтому Я Могу Тормозить Тупить И так Далее Могу Продолжение следует...